Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем курс «Социология и политология» и сегодня вашему вниманию я предлагаю лекцию номер 8, которая называется «Политология как наука и учебная дисциплина». Данная лекция состоит из следующих вопросов плана. Первое – это предмет политологии. Второе – система категории политологии. Третье – методы политологии. И четвертое – функции политологии. Итак, начнем с первого вопроса. Ну, политология – это достаточно такая молодая дисциплина, наука, которая, можно сказать, изучает политическую жизнь общества. Она в целом исследует политику как разновидность продуктивной деятельности, посредством которой люди изменяют свою судьбу, свое окружение, ищут и осуществляют проекты будущего. Ну, традиционно говорят то, что слово «политология» греческого происхождения и состоит из двух слов «политос» и «логос». Вот. Политика – это как искусство управления городом. Чуть позже оно стало пониматься как искусство управления государством, да? И «логос» – это изучение. Ну, вообще, политология, ну, предметом политологии является политическая реальность, то, что все, что нас окружает, и непосредственно связано со сферой политики, со сфером политики. Ну, конечно, политология также имеет свой особый понятийный аппарат. Ну, вот, когда студентам объясняют, что такое политология и в чем ее важность, для этого можно привести такой пример, ну, например, проблема нехватки продовольствия, жилья, транспорта. Вот если такое появляется, из чисто житейско-экономической она превращается в политическую. То есть, когда граждане игнорируют избирательную кампанию и голосуют. То есть, в этих условиях чисто такие, как я сказал, экономические проблемы, они могут перерасти в плоскость политики. И граждане уже в свете этих проблем они могут голосовать уже против существующего режима, против правительства. Понимаете, из экономической сферы проблем они трансформируются уже в политику. Вот. Поэтому очень важно знать законы политики, как они функционируют и как их можно применить для более лучшего обустройства страны и общества. Истоками политических знаний восходят еще к античному времени. В частности, одним из таких знаменитых мыслителей это был Платон. он говорил, что участие в политической жизни предполагает наличие различных качеств у человека. То есть, он говорил, что это должен быть практический ум, способности к трезвой оценке, обстановке, умение правильно владеть конкретными ситуациями, ораторское искусство, справедливость, опыт, бескорыстие и так далее. Поэтому главный вопрос, который поднимал Платон, кто должен управлять государством? Вот. И он же давал на него ответ, что править должны лучшие. Лучшие. Вот. Вообще, в целом, Платона принято считать отцом политической науки, поскольку он в те древние времена исследовал сущность государства и говорил, что государство – это первый пример воспитательной диктатуры. Когда элита единовластно решает, чему быть и не быть. Общественным благом. Вот. Ну и до сих пор многие политологи, ученые, действительно, они ссылаются на те воззрения Платона в отношении политики, которую он проповедовал. Следующим мыслителем важным является Аристотель. Он является основателем аналитического направления в политической науке, опирающегося на наблюдение, а не на интуицию. Вот именно Аристотель, он дал первый в истории анализ государства. Он говорил, что государство, оно никогда не может быть стабильным, если оно не выполняет желания граждан. И также Аристотель был знаменит тем, что он назвал человека существом политическим. Вот. Поэтому его учение также очень ценно. Вот эти две концепции, в частности, и Платона, и Аристотеля в отношении государства. Ну, следующим такой человек, который внес важный вклад в развитие политической науки, это был итальянский мыслитель Николо Макеавелли. О нем я немножечко уже ранее упоминал, что он является автором знаменитого произведения «Государь». Ну, его учение также посвящено анализу общества, государства. Он говорил, большую роль в государстве должна играть фигура государя, вот, от воли которого зависит исход вообще всей политической ситуации в стране. Он помог ответить на вопросы, касающиеся типов человеческих взаимоотношений, основанных на власти, правлении, авторитете. Поэтому, в целом, Макеавелли, он обогатил и понятийный аппарат науки о политике. Ну, конечно, если мы говорим о современном понимании политологии, это уже период ближе к 20 веку. здесь уже складывается уже конкретная дисциплина, представляющая собой перекресток многих других дисциплин, таких как социология, государство и права, истории, экономики, социально-психологии и так далее. И вот это все стали называть такой некий симбиоз политической наукой. Но более точно определили спектр вопросов, которыми должна заниматься политология. Это 1948 год, когда группа экспертов ЮНЕСКО приняла специальную резолюцию. И в ней был дан перечень изучаемых политической наукой вопросов по четырем основным проблемам. Первая проблема это политическая теория и история политических идей. Второе это политические институты. Третье это партии, группы, общественное мнение, выборы, информация и пропаганда. Третье направление, четвертое направление это международные отношения и внешняя политика. достаточно такой широкий круг проблем, который был определен в то время. Но исходя из этого последующие исследователи, политологи стали непосредственно заниматься данными сферами, более или менее углубляясь в них. политологии, 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 раскрывает природу факторы формирования, способов функционирования и институциализации политики. политологии, определяет основные тенденции и закономерности, действующие в политической сфере общества, стратегические приоритеты и на этой базе способствуют выработке долгосрочных целых установок и перспектив развития политических процессов. политологии, она также показывает политику как борьбу за власть и ее удержание, формы и методы властвования. Политология также вырабатывает методологию политического анализа, политических технологий и политического прогнозирования. Вот. Таким образом, все, что я вам перечислил, говорит о том, что политология как наука она очень цена, она позволяет более глубинно изучить политические процессы, не только их изучить, но и дать прогноз, что может произойти в будущем. Вот. Переходим ко второму вопросу, который называется система категории политологии. Ну, общепринято выделяют пять точнее, шесть групп категорий, которыми владеет политология. Что такое категория? Это наиболее общие понятия, отражающие существенные характерные черты связи и явления. Ну, в простонародье это говорят термины, да, термины, ну, вообще правильно говорить понятия или категорию. И вот первая группа понятий, она дает возможность выявить, определить, что есть политология, то есть ее объект и предмет. То есть она изучает политическое пространство или политическое поле, парадигму, методы и функции политики. Вторая группа понятий, она позволяет анализировать структуры и силы, которые для политических лидеров являются целью или средством. Но это прежде всего такие явления, как политическая власть, господство, порядок и так далее. Третья группа понятий связана с исследованием политических институтов. Это у нас прежде всего государства, политические партии, группы давления, административный аппарат, избирательные системы, правовые системы, суды и также субъектов политики. Это личность лидера, политические элиты, этнические группы, классы и так далее. Четвертая группа понятий, она позволяет проанализировать политическую систему. ну сюда относятся само собой такие понятия, как политическая система, нормы, структура политической системы, вход-выход, требования, артикуляция интересов, поддержка, обратная связь, коммуникация и так далее. пятая группа понятий, она позволяет анализировать политический процесс во всей его совокупности. Ну сюда относят такие явления, такие понятия, да, явления само собой, как революция, реформы, политическая модернизация, избирательная кампания, конфликты и так далее. Ну и наконец, шестая группа понятий, она охватывает в основном область политического сознания. Тут речь идет о таких понятиях, как политическая психология, политическая идеология, политическая культура и так далее. Ну и позвольте перейти к третьему вопросу. Он называется методы политологии. Ну методы, что такое метод? Метод это способ, посредством которого можно изучить то или иное явление. И вот каждая наука обладает своими специфическими методами, да? Вот в политологии существуют как традиционные, так и новые. да? Ну к традиционным можно отнести что? Например, исторический метод. Ну предположим, политолог изучает проблемы государства, например, да? Ну и соответственно, если он изучает современное состояние, он не может это сделать без ссылки на те исторические явления, которые были ранее. вот. Далее, из традиционных это метод сравнения, да? Метод сравнения, то есть он позволяет раскрыть общие черты политической жизни разных стран, например, народов, эпох и так далее. системный метод это вот изучение какого-либо явления с точки зрения системы, да? Что такое система? Система это такая целостность, которая состоит из определенных компонентов и они взаимосвязаны друг с другом. И выявляются уже целостные свойства, да? Всего этого множества. Далее это структурно-функциональный анализ. он состоит в количественной оценке тех изменений, которым данная система может приспособиться не в ущерб своим основным функциональным обязанностям. Ну, метод моделирования, например, да, это когда рассматривается какое-либо событие и когда нет какого-то реального точнее применяется метод тогда, когда исследование реального политического явления, события невозможно или затруднительно, слишком дорого и требует длительного времени. Вот создается некая модель и она изучается. к новым методам относятся такие, как бехевиористские методики, теория групп, метод политической коммуникации, метод теория игр и метод принятия решения и так далее. Это уже новые методики, в основном они были заложены американскими и европейскими политологами, они позволяют уже более качественно изучить то или иное политическое явление. Итак, переходим к завершающему четвертому вопросу, это функции политологии, функции. Но среди функций выделяют две большие группы, первая это классические функции и к этой первой группе относится концептуально описательная функция, то есть она предоставляет исследователю определенный запас терминов категории, а также правил описания, отражающих содержание политической действительности. Следующая это объясняющая функция, то есть она объясняет те или иные политические процессы и отвечает на вопрос, почему делается так, а не иначе. Третья это прогностическая функция, то есть это формулировка предвидения, что ожидает в будущем. Ну и вторая группа функции политологии носит прикладной характер, здесь выделяют это методологическая оценивающая функция, она предоставляет исследователю систему методов и исследовательских процедур. Второе это интегрирующая функция, она состоит в создании возможности использовать достижения других дисциплин, других наук. Ну и наконец третья группа функций, она реализуется за пределами науки. Сюда относятся первое это управленческая функция, то есть она дает субъектам политики знания о политической обстановке ситуации и средства успешного воздействия на них и отвечает на вопрос как и почему. И вторая функция третьей группы это идеологическая функция, она построена вокруг вопроса для чего, для чего, вот. Таким образом перечисленные функции они позволяют раскрыть сущность политологии и ее важность. Таким образом мы с вами выявили что собой представляет политология, как она возникла, какой круг вопросов и проблем она охватывает, какими методами она обладает, какие выполняет функции и в целом мы показали огромную роль политологии в системе современных знаний. И я вам предлагаю вопросы для закрепления нашей темы. Первый вопрос. Что собой представляет политология как отрасль научного знания? Второй вопрос. Каков предмет и объект политологии? третий какие вы знаете основные категории политологии? Четвертый охарактеризуйте основные методы политологии и пятый какие ключевые функции политологии вам известны? Спасибо за внимание до скорых встреч.